здравствуйте друзья в эфире канал ньюаш вот и в рубрике лаборатория политического и военного анализа сокращенно лаборатория пива с вами юрий гимель фарб александр кушев ты знаешь саша наш гениальный премьер-министр дмитрий анатольевич медведев про которого говорили он вам не димон теперь по идее нужно говорить он вам не бабник я сейчас объясню что произошло дело в том что на выставке инновационных разработок дмитрию анатольевичу медведеву продемонстрировали суперкомпьютер кристофари и его поприветствовала аватар елена так сказать цифровая брюнетка цифровая женщина она строгом деловом костюм представилась и сообщила что рада видеть премьер-министра на мероприятии и единственное чем поинтересовался дмитрий анатольевич медведев у германа оскаровича грифа это есть ли у елены реальный прототип гениально саня ты знаешь как говорится если бы он резиновой женщиной заинтересовался я бы еще и понял а он уже на цифровых пишу все пропало так нет подожди давай сначала переведем все это для слушателей потому что вот в этой теме ты пашешь роешь копаешь гораздо больше меня я ты вот ты сказал цифровая брюнетка ты короче скажи это в облике короче робот в облике нормальной бабы я так понимаю ну это программа это даже не робот робот федор это не железная женщина цифровая баба то есть облик бабу ее нормальный правильно да ну да все на месте там грудь бедра там рот нос там и все остальные там части тела вот только чтобы зрители поняли да то есть она его поприветствовала нормальным голосом то второй вопрос возникает а чё это у нас цифровыми этими бабами занимается директор госбанк вернее сбербанк у нас есть сколково фирма прям который 10 лет недавно я отпраздновали у нас есть рост на она там чубайса там который изобретает какие-то супер-пупер материалы а разработка серьезных дел все равно занимается грех вот тут понимаешь вот тут вот где у нас скапливаются деньги куда они направляются для чего направляются и кто приносит наибольший наибольшую пользу деньги есть что теперь насчет баб ты сказал там резиновая теперь цифровая я тебе скажу цифровая гораздо интереснее я вот магазине как-то видел резиновую мне не понравилось она во-первых молчит подруг молчит во вторых может лопнуть наверное скорее всего я никогда не пробовал вот и в третьих ну как-то вот она не ходит там руками размахивает а это поинтереснее да хотя ее сексуальные чисто возможности и способности я оценить не могу может быть когда-нибудь нам этот айфончик расскажет про это вот почему тоже совсем другая но ты понимаешь чем дело вот смотри давай разбираться проекта сколково провалился и опять же он свелся на женский вопрос я поясню о чем идет речь вы помните дорогие друзья скандал почти два года назад с настей рыбкой кто был ее сутенером алекс лислий в миру александр кириллов где он работал он работал если я не ошибаюсь старшим научным сотрудником в сколково то есть вот чем у нас занимается сколково но давайте мы посмотрим на экономическую составляющую вот этот компьютер он занимает по вычислительным мощностям седьмое место в европе и 29 место в мире я задаю простой вопрос вот что сделает подожди подожди Юр постой а баба то при чем а баба вот все ты на баб сводишь а вот баба причем она так сказать это аватарка там баба будет приветствовать всех входящих вот кстати говоря она уже в свое время в мае приветствовала владимир владимировича путина когда он посещал основанную сбербанком школу программирования теперь самое интересное но дело-то тут все в том что для чего это все создано для того чтобы виртуальных баб бабы приветствовали грех сказал я вот опять же процитирую грех сказал что это будет коммерческое использование этого суперкомпьютера они для стартапов будут предоставлять вычислительные мощности по цене 100 рублей за 100 минут течение трех с половиной дней у меня два вопроса вопрос первый это не такой уж выгодный тариф предоставлять вычислительные мощности по таким ценам для отечественных стартапов а второй вопрос объясните мне какие в россии стартапы это мы возвращаемся к публичному дому в сколково какой стыд давайте называть вещи своими именами к тому что этот проект провалился и в итоге получается что за предоставлять вычислительные мощности будут для ничего ценят мне напомнить нашим зрителям что недавно мы же с тобой обсуждали что в россии теперь патенты могут изъять то бишь сап царапить в пользу государства я знаю вопрос кто в россии при таких условиях будет открывать свои стартапы когда их сцап царапят и все для чего был создан суперкомпьютер какие вычислительные мощности вы собираетесь обслуживать если вы пытаетесь создать свой суверенный чебурнет единственным итогом которого является перебой в работе интернета саня сколько раз вот за последний месяц у нас с тобой при наших эфирах были сбои в интернете перед каждым стримом перед каждым роликом мы настраиваемся по полчаса по полчаса настраивать то это не идет кто то не идет это не подключается но суть даже не в этом давай коротенько итоги вот допустим того что мы сейчас наговорили да чтоб вот как бы людям вывести зрителям вывести квинтэссенцию что данный компьютер даст находится по производительности по мощности на 29 месте в мире его все равно суперкомпьютером в мировом масштабе не назовем нет ну можно в определенном приближении можно ну при определенном да потом какие о каких стартапах идет речь если кто-то пытается сделать стартап высокотехнологичный проект какое-то высокотехнологичное производство там какой-то экономический проект он должен его обрабатывать на этом суперкомпьютере я понимаю что он содержит там массу программного обеспечения я небольшой в этом деле специалист но в принципе можно иметь компьютер и поскромнее раз а во вторых за низшую цену обратиться к информационному обеспечению просто заграничному правильно да дело в том что вот этот вот компьютер вставленный в систему чебурнета это будет не что иное как сигнал государству начинать тебя стартапера гнобить точно так же как это идет с вся эта информация о твоем стартапе о твоих компьютерных разработках о твоих направлениях деятельности она просто останется в системе чебурнета и будет сидеть товарищ майор которому поставлен на задачу взять тебя за жабры да и впоследствии точно так же как майкла калви да допустим вот этого американского инвестора отправить в матросскую тишину или в рефортова да а проект забрать себе и он будет сидеть и целенаправленно этим заниматься поэтому доверять систем системам обеспечения компьютерного обеспечения нашим российским смысла нет тоже бабу вот я просто подвожу итоги то что бабу за нее потратили огромные деньги выкатили и она там пошла по рукам теперь от путина пошла к медведеву да вот но дело в том что это стоило денег а дело в том что 70 или 80 процентов наших граждан точнее не граждан подданных содержит свои вклады сбербанк то есть разработки эти это не сколково и не роснано разработки сбербанка производится на сбережение наших людей да то есть он вложил наши денежки чтобы собрать вот эту бабу я люблю эту страну она там стоит несколько миллионов может быть миллиардов я не знаю потому что живого такого живую виртуальную девицу создать это довольно дорого тем более пустить его по рукам таких людей как путин медведев может быть еще и сам ее употреблять периодически вот это есть хотя есть другая информация на эту тему отдачи все равно экономической не получится про стартапа говорит ребят не надо не говорить про стартапы я вот сейчас вот здесь на земле про стартапа вам скажу каждый второй мелкий объект мелкого бизнеса уже закрылся вот я иду по улице и он закрылся кто вам будет стартапировать какой человек будет вот там вот силиконовой долине там будет стартап а у нас мы будем экономикой догоняющего типа догоняющего характера с россии страна догоняющего развития я уже перечислял и называл возьмите система государственного управления да даже система свободы совести и религий система железных дорог транспорт авиации связи автоматизации автомобили все срисовано ну все срисовано до последнего болтика и винтика я уверен да скорее всего так она есть да и уже есть подтверждение что этот компьютер собран из месяц этой аватаркой брюнеткой кстати русским больше сквозь на блондинки почему не забрали блондинку на потому что у японцев уже было не скрепно надо было блондинку потому что у японцев уже была собрана брюнетка японцев снова привет брюнет поэтому запчастей натырили японских из нее собрали вот эту бабу и этот компьютер из натыренных запчастей собрали вот и все потому что россия страна догоняющего развития я не считаю что это шаг вперед а вообще в конце концов может оказаться что эта подруга была просто нормальная девка переодетая ее просто обвешали проводами показывать как это уже было кстати ну помнишь там на какой-то выставке мужика железок подавешили всяких пластиковых там уголков там всяких отражателей там каких-то там чешую какую-то на него-то прибили гвоздями а внутри оказалось что нормальный пацан стоял руками размахивался так и тут наверное у нее даже может быть некоторые органы даже не электронная вполне из мяса и кожи сделать но в заключении я хочу сказать вот тоже про российские стартапы а судьба павла дурова никого ничему не научила здесь будет все то же самое поэтому что я могу сказать что в очередной раз мы убедились что нашего премьер-министра интересует какие-то заоблачные вещи но только не мы с вами а впрочем дорогие друзья аж как всегда напоминаю выводы сделать только вам подписывайтесь на канал не аж вот до встречи пока